Две тысячи человек, девять тематических смен и десять дней лекций, мастер-классов и тренингов на Мустрюковских озерах стартовала Иволга. Участники уже заехали и разместились, а студенты из Франции всех удивили и удивились сами. На поляну прибыли на новинках российского автопрома Вестах. Первый день для знакомства, делегации общаются, обустроиваются в палатках и уже состоялось торжественное открытие форума. Виталий Портнов обо всем по порядку. Тренинговые программы, лекции и встречи, деловые игры, мастер-классы и конверт-проектов. Все это уже завтра и до 25 июня. Иволга 2016 официально начала свою работу. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия на главной сцене фестиваля. Всего в этом году побороться за денежный приз и реализовать свой проект сможет более двух тысяч участников со всей России. 2016 год является годом кино, поэтому в том числе будет проведен конкурс среди документальных фильмов. Мы также планируем провести выставку и определить конкурс среди лучших экспонатов выставок научно-технических творчеств. В этом году будет более современная составляющая, которая связана практически с рок-фестивалем, джаз, с другими современными таким направлениями музыки. Делегация Самарской области самая большая. Регион представляет более 600 человек. Общий призовой фонд Иволги в этом году более 14 миллионов рублей. В том числе 5 миллионов распределит между участниками смены инновации и техническое творчество. Всего же в этом году уже по сложившейся традиции будет 9 смен. Сегодня Иволга, Самарская область стала столицей молодежи России и Приволжского федерального округа. Это, конечно, для нас большая ответственность, но мы, как Юрий Васильевич сказал, очень серьезно готовились к этому. Кроме тех изменений, которые уже были отмечены, у нас год от года растет и призовой фонд. В этом году он вырос на 2 миллиона рублей. В этом году молодежный фестиваль в рамках международной смены и Волгоглобл, и российско-китайского форума принимает иностранцев. На фестивальной поляне они сегодня появились эффектно. За рулем новых отечественных автомобилей «Лада Веста». Уже завтра они устроят автопробег. Я первый раз в России и на форуме. Впечатление – самый лучший, прежде всего, теплого приема во всех городах. Хочу выразить благодарность всему концерну «АвтоВАЗ» за то, что предоставили нам возможность поучаствовать в этом автопробеге на 10 новых автомобилях «Лады Веста» и «Лады Икс Рэй». Этот форум – как подтверждение наших отношений России и Франции. Участие в форуме второй год подряд принимает и маломобильная молодежь. Специально для них были оборудованы гладкие дорожки и пандусы. Впервые на Иволге 2016 все участники официально смогут сдать нормы ГТО и получить свои значки. Чем еще удивит форум в этом году и какие страсти будут кипеть на Мострюковских озерах, мы расскажем уже в следующих выпусках новостей. Итак, церемония открытия состоялась. Форум начал свою работу, мастер-классы, лекции и встречи. Виталий Портнов, Александр Ерофеев. Новости губернии. Мострюковские озера.